С нами футуролог Владимир Пирожков. Владимир, здравствуйте! Да, здравствуйте! С Новым годом всех! С Новым годом, который сильно поменяет, в принципе, нашу жизнь. Чем мне нравится ваш канал, он абсолютно человеческий и очень народный. Люди прямо звонят со всей страны. И это очень важно, потому что вы бережете вот эту вот тонкую такую историю человеческих отношений, которая сейчас будет очень нужна. Почему нужна? Потому что роботы, к сожалению, приходят на смену очень многим процессам. И процессы будут заменяться автоматическими системами. И поэтому, чем больше мы оставим добра для себя, для своих близких, чем больше мы будем заботиться друг о друге, чем больше будем заботиться о взрослых, пожилых и растить детей, чем больше у нас детей будет, тем меньше будет роботов. Поэтому давайте, как говорится, встретим Новый год, который достаточно много испытаний нам несет. Но я думаю, что все будет хорошо, и мы найдем свое место среди искусственного интеллекта, среди каких-то роботизированных систем, среди изготовления удивительных изделий, которые мы даже еще не знаем, как будут выглядеть. Этот будет год очень интересный, яркий, и я даже не хочу начинать рассказывать, что будет в этом году. Поэтому, ребята, всем хорошего, доброго, свежего, вкусного Нового года, и пусть мы будем добрее. Нет, Владимир, я вас так просто не отпущу. Как это? Вы понимаете, вы закидываете такую удочку, такую конфетку, морковкой вот так вот перед нами потрясли, сказали, ну, там много интересного в Новом году, но что я вам не расскажу сегодня. Мы, конечно, встретимся с вами в следующем году в наших прямых эфирах обязательно. Но, тем не менее, вот вы заговорили о технологиях, Владимир, а как, скажите, вот человека, ну, может даже уже, так сказать, вырвать из лап этих современных технологий, вот эти все смартфоны, все эти, там, не знаю, компьютерные программы, всякие разные цифровые услуги, это все вот нас прям затягивает. Мы перестали ходить друг к другу в гости, перестали забираться в окна к любимым женщинам, да? Ну, до этого пока еще пока с этим не завязали. Но, тем не менее, как вырвать из лап этих суперсовременных технологий человека? Чтобы ходили в гости, чтобы приезжали в гости? Ну, в первую очередь нужно, чтобы молодые ребята и те, которые сейчас сидят в телефоне, немножечко посмотрели вокруг, да? То, что сейчас начинает происходить в школах, когда в школах не разрешают иметь мобильный телефон на уроках, я считаю, это очень правильно. Вторая история. Побольше общайтесь с дедушками и бабушками. Почему? Потому что они еще из аналогового мира, и они вас могут очень многому научить. Казалось бы, ну, что там можно у дедушки и бабушки, да? Но на самом деле это то тепло, то добро, то, скажем так, человечность, которая оставалась до недавнего времени. Дело в том, что если мы спасем нашу молодежь от этой цифровизации мощной, она неизбежна, все равно будет, да? Но мне кажется, что если дети будут чаще общаться между собой на уроках или на каких-нибудь, в каких-нибудь походах там родители могут организовывать, или какие-нибудь там, я не знаю, раньше это были пионерские походы, ну, назовите их скаутские походы, да? То есть, но чтобы ребенок мог, например, разжечь костер или нарубить дров, или, например, там какие-то базовые вещи, которые каждому человеку все равно когда-то пригодятся. Вот это было бы очень здорово, и такие лагеря или, ну, такие, такое времяпровождение набирает все больше и больше популярности, потому что родители не хотят видеть своих детей постоянно в смартфонах, да? Поэтому мне кажется, что мы можем сейчас внимательно на это дело обратить внимание, и дальше будет самое интересное, потому что, например, те же ребята, которые за границей, мы видим, как они, ну, стремительно улетают в цифровой мир, возвращение из которого, на самом деле, необязательная история, вообще необязательная, да? И поэтому, если мы сохраним человеческую вот это вот взаимоотношения, какие-то общения в семье, да, с бабушками, дедушками, родителей тоже надо туда же забирать, вот, но смартфонов надо поменьше, конечно, это беда. Это, да, в таких объемах это уже становится зло-зло, злом таким, да? Владимир, так, а теперь про морковку, которую вы так перед нами помахали. Все-таки давайте поделитесь, как футуролог, какими-то прогнозами на следующий год, и, может быть, ну, если тяжело в таких узких рамках оставаться там на несколько лет вперед, может быть, десятилетиями. Я расскажу про три больших проекта, которые мы сейчас начинаем делать. И первый из них — это летающие автомобили, то, что мы, я давно уже, за что я топлю уже давно, что нам нужно передвигаться в пространстве и во времени, а не в плоскости. И этот проект начинается активно в России, соответственно, за границей он уже достаточно серьезно представлен. В мире порядка 750 компаний, которые разрабатывают то, что называется аэромобилями, и мы тоже начинаем эту работу активно. Следующий, да, это, кстати, совсем близкое будущее. И как в свое время автомобиль победил лошадей, да, соответственно, гужевой транспорт ушел, остался автомобильный, сейчас будет аэротранспорт. Вот, следующая история, которая для нас очень важна, это воспитание людей, которые будут готовы, готовы выйти, скажем так, в мир через 30-40 лет. Они еще не родились. Эти ребята не родились. Обычно человек после университета выходит в 25-30 лет, и он начинает работать и, собственно, переносить пользу обществу. 30 секунд. Поэтому мы начинаем... Да. Да, поэтому мы начинаем разработку методик для подготовки людей, которые будут быстро адаптироваться к тем стремительным технологиям, которые быстрее людей. И третий проект, это, пожалуй, самое интересное, да, это мы заглядываем в будущее лет на 60. Ну, это как бы такая штука, которая нужна вообще в принципе, да, потому что одно дело смотреть на 2-3 года, а другое дело, когда ты готов к чему-то, что будет через 60 лет, когда меня, например, уже не будет, а моя дочка будет уже очень взрослой женщиной. Так, Владимир, ну вот об этом на самом интересном месте, друзья. Мы, собственно говоря, уже должны как-то попрощаться с Владимиром, потому что время утекает. Вот об этом мы с вами обязательно поговорим в новогодних эфирах уже в январе на Общественном телевидении России. Спасибо. Владимир Пирожков, футуролог, промышленный дизайнер и директор инжинирингового центра «Кинетика» был у нас на связи. Спасибо.